Всем здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Радж Мартиросян и я приветствую вас на канале Про Цветок. Сегодня мы поговорим о таком самом замечательном, самым красивом, самым эстетичном и в редких случаях самым ароматном растении под названием орхидея. Сегодня я вам расскажу о том, как подружиться с этим растением. Мы будем разрушать мифы о том, что орхидея это на самом деле противный цветок, что с ней просто в принципе невозможно подружиться, она всегда портится. Мы сегодня расскажем, как все-таки сделать орхидею своим лучшим другом. Итак, начнем. Орхидея фаленоксис. Сейчас она находится у меня в руках. На самом деле у орхидеи множество тысяч видов и каждой из них нужен свой определенный подход. Орхидея это эпифит. Эпифит переводится растение, живет на растении. Поэтому здесь решается вопрос, вот всегда спрашивают, в какой грунт лучше всего пересадить орхидею. Нету такого понятия, хороший или плохой грунт. И об этом мы тоже сегодня вам расскажем. Итак, поехали. Какой все-таки грунт пересадить орхидею? Что с ней делать, когда вы ее купили? Когда вы приобретаете растение в магазине, это растение цветет. Соответственно, первый лайфхак. Вам не нужно его пересаживать до тех пор, пока эта орхидея не отцвела у вас. Почему? Потому что если у вас нет определенного опыта, а даже те люди, у которых есть опыт, знают, что пока орхидея цветет, ее трогать не стоит. Почему это делается? Потому что, ну давайте смотреть правде в глаза, она просто осыпет все свои вот эти вот замечательные, прекрасные цветочки, благодаря которым вы ее и приобретаете. После того, как орхидея отцвела, задается у всех вопрос, что же делать с цветоносом? Нужно его обрезать или не нужно? Все производители рекомендуют все-таки обрезать ее от начала цветоноса. Но я этого никогда не делаю, потому что все-таки надеюсь, что с новых почек роста пойдет отдельный цветонос и будет пышное цветение. Здесь не имеет никакого значения, обрежете вы цветонос или нет. Как поступаю я? Обрезаю цветонос только до того момента, пока он высох. То есть, понимаете, да, если он у меня высохнет до первой почки, я его обрежу на первой почке. Идем дальше. Вот орхидея отцвела. Вы ее берете, достаете из горшочка. Обычно она продается в 12-сантиметровых горшках, заполненной корой. И кора является все-таки классическим грунтом для пересадки орхидеи. Но сказать, какой грунт лучше, какой куже, нельзя априори. Почему? Потому что при пересадке орхидеи вам нужно руководствоваться не основой грунта, а климатическими условиями, которые находятся у вас непосредственно в том помещении, в котором будет жить орхидея. Первое. Если орхидея у вас находится в квартире, в которой, ну давайте смотреть правде в глаза, скоро зима, и у вас будут шпарить батареи, будет очень-очень-очень жарко. Соответственно, вам нужен влагоемкий грунт. Если в ваших климатических условиях очень жарко, сухо, соответственно, лучший друг для посадки вашей орхидеи это мох. Не важно, какой это будет мох, важно, чтобы он был чистый и не было ссорности в нем, и он не прогнивал. Я использую данный мох, он называется спагнос, мне нравится его класс использования. Вещь, конечно, дорогая, но давайте смотреть правде в глаза, и орхидея все-таки не дешевый цветок, для того, чтобы ее уничтожать в дешевом уровне. Вот. Чуть попозже я покажу все-таки, как пересадить орхидею, и даже покажу, наверное, способ для ленивых цветоводов. Если у вас очень много работы, если у вас нету столько времени ухаживать за орхидеями, давайте смотреть правде в глаза. Как только вы приобретете первую орхидею, давайте посчитаем полгода, и вы станете оркоманьяком. Итак, ваша орхидея отцвела. В большем своем роде, еще раз повторюсь, вы приобретаете цветущую орхидею. Вот в каком виде она будет выглядеть у вас в отсвете. Что вам нужно сделать? Вам нужно достать эту орхидею, очистить ее от грунта. Сейчас у меня на теплице, к сожалению, нет цветущих вариантов европейских орхидей. Есть вот европейская орхидея, которая была посажена в торт-стакан. Торт-стакан в тепличных условиях – это лучший дом. Почему? Потому что реже поливается, больше впитывает воды, и на теплице не придется поливать орхидею хотя бы раз в 2-3 дня, с учетом вентиляции. Что первым делом вам нужно сделать? Вам нужно достать орхидею с горшка аккуратненько. Каким образом это делаю я? Неважно, какой горшок. Берем ручкой и вот так вот аккуратненько отделяем корневую систему от горшка, чтобы ее не повредить. Как бы максимально вы это не делали бы, корневая система в любом случае повредится. Поэтому смотрим дальше, и я буду рассказывать некий лайфхан. Первым делом мы освобождаем орхидею от торт-стакана. Это, конечно, трудоемкий процесс. В торт-стакане что он дает? Еще раз повторюсь, торт-стакан дает нам полное питание орхидеи влага. Но, поскольку есть такие понятия, как транспортировка, есть такое понятие, как орхидея, когда будут стоять в магазине, не будут заливать для полного цветения. И вы дальше встретитесь с вот такой вот проблемой. Эта проблема заключается в том, что внутри, вот почему мы отделяем торт-стакан от корней орхидеи, здесь будут загнивать горшка. Излишняя влага, это плот. Мы специально выбрали такую орхидею и подготавливали ее для того, чтобы вы увидели это бахло. Освобождаем. Причем торт-стакан должен быть мокрый, для того, чтобы спокойно это все отделялось. Здесь просто заплетено все корнями, поэтому это займет определенное время. Поскольку у меня есть немаленький опыт в этом деле, у меня это не займет. Получаса. Но начинающие орхидейники и люди, которые любят эти цветок и хотят иметь у себя в коллекции, обязаны делать это просто наиаккуратнейшим образом, для того, чтобы максимально не повредить корни. Еще раз говорю, вы их повредите, но самое главное, чтобы повреждения не были существенными. Существенными. И вот. Мы очистили орхидею. Теперь рассматриваем корневой. И тут идет наш лучший друг, это можно ли цепляр орхидей. Чем они мне нравятся? Тем, что загнутые лезвия и удобно. И вот так. Здесь мы видим в самом основании, это пластичное основание, сухой корешок. Мы его удаляем и убираем. И убираем вот эту сухую основу. Идем дальше. Следующим шагом у нас идет как раз пересадка. Еще раз повторяю. Если у вас сухо, жарко, нету влажности в комнате, ваш лучший друг – морг. Если у вас более влажный климат, ну не буду приводить регион, например, но. Если у вас влажно, то тогда ваш лучший друг – это гора. Если у вас, скажем так, умеренный климат в комнате, средняя влажность и средняя сухость, есть проветриваемость, три фен. Есть определенные специальные грунты, в которые пересаживают, готовят. Ну конкретно мы готовим вот такие вот грунты. Мы знаем, для какой культуры, какой грунт нужен, какое соотношение, допустим, того же циолита, той же коры нужно, тех же удобрений. Вам нужно выбрать наилучший водопроницаемый грунт. Но давайте сейчас разберем три варианта посадки. Первый вариант посадки – это будет мох для сухого климата. Второй вариант посадки – это будет классика кора. Понимаю, что это неинтересно, но расскажем некие моменты, в которых будет это все интересно. И третий вариант посадки – это будет закрытая система. Система посадки для ленивых цветоводов. Это будет тот момент, когда вам просто-напросто орхидею нужно будет поливать чуть ли не раз в полгода, на самом деле. Итак, поехали. Первый вариант посадки – это посадка в мох. Здесь, на самом деле, все легко и просто. Вот мы видим орхидею азиатскую. Азиатские орхидеи отличаются своей выносливостью, на самом деле. Потому что они выращиваются без каких-либо гормонов, на них, которые даже не испытывают фунгициды. То есть, если растение выживает, то оно выживает. Соответственно, вы получаете самое сильное растение у себя дома. Ну и, собственно, по цене они тоже отличаются, потому что качественный товар всегда стоит дороже. Итак, поехали. Что мы делаем первым делом? Первым делом мы размачиваем мох. Здесь 8 литров мха. Вроде бы такой маленький брикетик, но в действительности здесь 8 литров. Тазичек у нас маленький. Поэтому мы поступим следующим образом. И, собственно, пока наш мох размачивается, мы в дальнейшем поговорим с вами. Будет еще несколько роликов, если вы, конечно, этого хотите. А если вы этого хотите, мы увидим это следующим образом. Когда вы поставите лайк под этим видео и подпишитесь, соответственно, на наш канал. Мы расскажем, как все-таки зацвести орхидею, как справляться с ее проблемами, как ее правильно поливать. Ну, пока я разговаривал, уже первый брикетик мха размочился. Вот мы видим, какая консистенция у нас получается. Что я делаю? Во-первых, после того, как вы освободили орхидею от торп-стакана, первое, что вам нужно сделать, дать ей подышать. Дать пройти воздух и затянуться тем микрораном, который вы создали в ходе освобождения ее от определенного грунта. Это сделать нужно обязательно. Если у вас нету столько времени, для вас лучшим другом будет являться вентилятор. Выжимаю мох. Выжимаю его максимально. Первая посадка будет самая легкая, на самом деле. Объясню, почему. Потому что эта пересадка будет путем перевалки растения. Потому что смысла нет мне доставать с мха цветущую орхидею. И, собственно, самым лучшим моментом пересадки эта перевалка будет. Потому что тогда орхидея не стрессанет и не скинет у вас цветочки. Почему, еще раз говорю, не нужно пересаживать орхидею, когда она цветет. Путь перевалки здесь никаким образом ей не повредит. Но, опять-таки, ребята, давайте смотреть правде в глаза. Не нужно этого делать. Это видеопоказательное, поэтому вот это делаем. Если у вас есть какое-либо удобрение пролонгированного действия, вы можете его добавить сразу в пересадку, чтобы, ну, собственно, потом не удобрять каждый раз ее. Вот таким вот образом мы обволакиваем орхидею мхом. Немножко прокладываем вниз. И проталкиваем орхидею в новый горшок. Какой выбрать горшок для посадки орхидеи? Он обязательно, внутренняя часть горшка, должна быть прозрачной. Для чего? Для того, чтобы предупредить какие-либо заболевания, инфекции, чтобы вы увидели рост корневой системы. И чтобы вы, в первую очередь, увидели, когда поливать данную орхидею. Потому что орхидея сама вам подскажет, когда ее полить. Итак, посадка для климата сухого готова. Чистый, лед. Итак, идем дальше. Вторая посадка у нас, это классическая посадка. Но использовать здесь я буду немного другой грунт. Грунт, который я готовлю сам непосредственно. Здесь в основе есть циавит, есть кора. И будем пересаживать мы как раз-таки ту самую европейскую орхидею, которую вы в большей части приобретаете в магазине. Вот то, о чем я говорил. При выборе горшка мы видим, что горшок не прозрачный, но внутренний горшок прозрачный. В любую секунду вы сможете достать, увидеть, что там с корневой системой. И дальше радоваться жизни, радовать жизни вашу любимую орхидею. Итак, что я сделал. В первую очередь я просыплю грунт на основание горшка. Потом я помещаю саму орхидею в центр и засыпаю ее остатками грунта. В грунте в основной своей части находится кора. Кора сосны. Выбирайте, пожалуйста, кору, которая впитывает больше всего влаги. Ну, вообще лучше, конечно, выбрать на самом деле кору пини. Потому что именно кора пини не содержит в себе такого большого количества смолы. Да и, собственно, при ее изготовлении как грунта она испытывается. Из нее выводят соли. Из нее выводят излишнюю смолу. И пока я долго разговаривал, вторая посадочка у нас готова. Если вы не знаете, все-таки, какая влажность у вас в доме, и как правильно подобрать свой грунт, ребята, купите гигрометр. Это замечательная штука, которая очень сильно помогает. Он будет показывать и температуру в вашем доме, и влажность именно рядом с этим горшком. Тогда вы можете определить. Посадка в кору. Каким образом обеспечить полностью выживаемость орхидеи в данной коре. И как сделать так, чтобы влага очень быстро не уходила. Потому что кора впитывает в себя меньше, чем мог в влажности. И, соответственно, испаряет больше, чем мог. Для корней орхидеи нужна, на самом деле, аэрабельность воздуха. Главное, чтобы проходил воздух здесь везде. Для чего? Для того, чтобы не загнили корни. Но некоторые люди, я в том числе, делаем вот такую вот штучку. Если, допустим, у вас лежит орхидея на подоконнике, и, ну, вы видите, периодически чахнет тургор. То есть, что-то не то. Если потеряла тургор орхидея, значит, все-таки влажности мало. Я делаю это следующим образом. Прокладываю сверху мост. Уплотняю его. Но самое главное, чтобы от шейки был отступ 2 см. Для того, чтобы шейка не загнила и не было перевлажнений. Да и на самом деле и полив так упрощается, и слив воды. Потому что не все покупают двойные горшочки. А двойные горшочки, они реально удобнее тем, чтобы просто их залили, потом достали один горшок и слили водичку. Вторая посадочка у нас тоже готова. И ложим ее здесь. Для кого интересно, как поливать орхидею, и как не пропустить момент полива, а это, друзья мои, будет в следующем ролике. Кто-то пересаживает в разные грунты. И это правильно, еще раз говорю. Нету понятия плохой грунт для орхидеи. Есть такое понятие, сочетание непосредственно вашего домашнего климата с определенным грунтом. Кто-то пересаживает в кору. Это классика. Кто-то пересаживает в такие системы. Это более изощренный момент. Кто-то пересаживает в чистый керамзин, чистое пеностекло, в триферн, в определенные грунты, составляющие грунты. Кто-то использует кока-чипсы. Кто-то вообще извращается так, как я, и пересаживает. Вот так вот, самая легкая посадка, на самом деле, которая займет у вас 5 секунд делов. Это открытая система без грунта. И даже так, как вы видите, орхидея прекрасно живет. Просто один раз в три дня я заполняю ее полностью водой. И сливаю эту водичку еще буквально на пару дней. И так она прекрасно растет. Но здесь есть очень большой плюс. Это когда вы орхидею видите воочию. Никогда здесь не будет каких-либо заболеваний. Но уход за ней более такой щепетильный, скажем так. И каждый раз подкормки нужны. А есть замечательный лайфхак, друзья мои. Это пересадка орхидеи в закрытую систему. И, собственно, закрытая система, что это такое? Это посадка для ленивых. Почему? Потому что здесь париться не надо. Вы создаете микрофлору растения внутри горшка. Для начала я засыпаю в горшок пеностекло. Если пеностекла под рукой нет, то вашим ночью другом будет являться керанзи. Засыпали, закрыли. И дальше прокладываем мох. Мох прокладывает не больше 2 сантиметров. Не больше. Ну, 3 максимум. И то нежелательно. Видите, да? Он просто у меня раскрытый сейчас, размытый. Поэтому вот так вот, кажется. Проложили. Смотрим, да? Уже на начальном этапе какая красота получается. Кто-то скажет о том, что да, вопросов нет, но слишком много влаки могут загнить тон. Возможно. Но для этого нашим лучшим другом является ничто иное, как обычные таблетки активированного угля. У меня они здесь растолочены. И я засыпаю сверху активированный уголь. Нету активированного угля. Ребят, ну я брал обычный уголь для шашлыка, разламывал его и просыпал. Немножко. Дальше. Устанавливаем саму орхидею непосредственно в закрытую систему. Но устанавливать мы будем не эту маленькую, потому что, смотрим, да, соотношение корней и горшка очень маленькое. То есть очень много пространства занимает все это. Поэтому мы будем устанавливать эту орхидею. Это азиатская орхидея. Азиатские орхидеи в большинстве своих случаев выращиваются в банке. И вот разбирая ее сейчас в корневую систему, а ее нужно будет разобрать, это, конечно, трудоемкий процесс, мы не весь его снимем, но мы видим, лезем дальше в корни, в логоемкий грунт. Вот я хочу показать вот эту вот историю, за то, что мы пробиваемся к корешкам и видим чистый, замечательный корешок в ленках. А ведь воздуха туда не может проходить. Правда, поразительно. Потому и говорю, что орхидея может расти в любом грунте. Даже на камнях ее растят. И прекрасно. Итак, мы очистили нашу орхидею от грунта основного. Но, кстати, на самом деле, азиатскую орхидею лучше всего приживается в закрытой системе, потому что сам мох влажный, грунтый, и, соответственно, здесь тоже будет очень много влаги. Корневая система. Ребята, если у вас остается тяж, корень орхидеи состоит из виламины и тяжа. Если у вас остается тяж, вот такой вот, его лучше не срезать, не убирать. Именно он передает воду к самому цветку. Так, здесь мы пообрезали некоторые моменты. И эти моменты можно обработать либо же зеленкой, либо же перекисью водорода, либо же просто дать орхидеи подсохнуть немножко. Итак, едем дальше. Забыли самое главное. Нужно же напомнить себе, как эта орхидея будет свистеть. Эта наклеечка всегда нам будет напоминать о том, как ваша орхидея будет свистеть. И судя по фотографии, но это уже профессионалы знают, что судя по фотографии, видно, что орхидея будет ароматной. Итак, едем дальше. Закрытая система. Устанавливаем орхидею. Самое главное, чтобы один из корней орхидеи прикасался мха, чтобы всегда влага поступала к самой орхидеи. Следующее, что мы делаем. Мы засыпаем грунт. Еще раз напоминаю, в данной посадке, конечно, очень хорошо использовать удобрения провангированного действия. Почему? Потому что есть некие удобрения, которые используются по 2-3 месяца, 5-6 месяцев. Есть вообще замечательные удобрения, которые используются в течение 3-х лет. Вы вообще не будете задумываться о том, что добавлять и как добавлять. Засыпаем все это дело второй. Сильно не трамбуем, потому что воздух все равно там внутри нужен. Максимально стараемся устанавливать орхидею посередине. Объясню почему. Эстетика, товарищи, не забываем о ней. Для чего мы все это делаем? Для красоты и для эстетики. Ведь вы же, любители растений, приносите красоту в этот мир. Да-да, именно вы. Не кто-то другой. Итак, едем дальше. Вроде бы посадочка у нас готова. Все замечательно, все прекрасно. Мы такие молодцы. Выйти бы будут отдохнуть, но нет. Продолжаем. Закрытая система не так проста, как кажется на самом деле. Для того, чтобы сюда вы всегда будете заливать водичку. Для того, чтобы влага просто в пустую не выходила, нам нужно ее просто немного запечатать. И тут как раз таки идет правило, о котором говорил выше. Прокладываем все это дело мхом. Но не забываем, что мхом нужно прокладывать и отступать буквально пару сантиметров от шейки. Проложили все это дело мхом. Подумали о том, как ваша орхидея будет свисти, как это будет прекрасно, а как она будет пахнуть. Боже мой, а когда соседка придет, это увидит. Есть же вариант попантоваться красиво, правда? Собственно, я ради этого все свои подоконники закладываю. Потому что у меня соседи всегда смотрят и говорят, боже мой, какие красивые цветы. Но вся эта история не о зависти, а о красоте эстетики. А вот как поливать закрытую систему и как сделать так, чтобы все это росло, я вам с удовольствием расскажу, но в другом ролике. С уважением к вам. Бай-бай. Орхарай. Подписывайтесь на канал.